Спасибо, ребята! Доброе утро! Многие девушки почему-то до сих пор за версту обходят тренажерный зал, отдавая предпочтение женскому фитнесу. А те, кто только начал работу с так называемым «железом», сомневаются, будет ли результат. Небольшой спойлер перед субботним выпуском передачи «Новая я». Результат будет. Какой конкретно, не скажу, но кое-чем могу все-таки поделиться уже сегодня. Итак, три совета, как сделать тренировки еще эффективнее и приятнее. Начну, собственно, с азов. Все знают, что тело нужно подготовить к интенсивным упражнениям. Но многие не видят разницы между разминкой и растяжкой. Перед тренировкой требуется именно первое, которое включает базовые упражнения вроде махов руками, прыжков, отжиманий, приседаний на протяжении как минимум пяти минут. Неразогретые мышцы растягивать нельзя. А вот после тренировки потянуться будет полезно. Заминка на элементах стретчинга и основана. Провести время в зале с двойной, ну окей, большей пользой можно, если следовать этим неочевидным советам. Во-первых, нужно выполнять упражнения, которые затрагивают несколько групп мышц. Выпады штанга, планка, например, а не одну. Так вы скорее придете в форму, а не только накачаете бицепс. Во-вторых, чтобы поддерживать равновесие, телу приходится напрягаться. Так что если держать вес на одном плече во время выпада или отжимать, только одну гантель от плеча, оно будет работать больше. И еще. Силовые упражнения не сделают из нормального человека качка, если тот не приложит дополнительных портящих здоровье усилий. Не нужно бояться добавлять больше блинов на штангу или тренажер. Правильно рассчитанная нагрузка укрепит кости. Теперь о приятном. О шоколаде, который можно позволить себе перед тренировкой. Да-да, вы не ослышались. Шоколад вообще хороший друг спортсмена. Горький, конечно. В 2011 году ученые доказали, вещество, содержащееся в горьком шоколаде, задерживает наступление усталости на уровне метаболизма. Еще одно доказательство того, что горький шоколад всему голова вывели в Коннектикутском университете. Для этого 4 бегуна после длительных пробежек выпивали по 450 мл обезжиренного сладкого шоколадного молока. А другие 4 углевода, содержащие спортивные напитки. Постренировочная биопсия показала, что у первых мышцы склонны восстанавливаться быстрее и в них накапливается больше кликогена, который тоже способствует лучшему самочувствию после занятий. Подробнее о том, что можно и нужно делать во время тренировки, расскажет тренер Акватера Волнасенспа уже в эту субботу в 10 утра на канале Эссо.